Всем привет, друзья! В последнее время наши ролики про недвижимость в Батуми стали набирать все больше и больше популярности. Мне пишут в личку люди, интересуются, задают некоторые вопросы, и поэтому мы решили, почему бы нам не встретиться с застройщиком и не побеседовать с ним. Мы сейчас находимся на территории компании Ренессанс Сити, и торговый представитель Елена расскажет нам о этом комплексе. Здравствуйте, Елена! Добро пожаловать! Расскажите в двух словах о комплексе. Наша строительная компания называется Ренессанс Сити Батуми, а сам жилой комплекс называется Ла Батуми Фамилия. Нашими застройщиками являются Георгий Сурманидзе, который в свою очередь также является основательной аптечной сети глюкоза, и Рауль Сурманидзе, который является директором гипермаркета Биллион. Генеральным партнером нашего проекта является Банк оф Джорджия, который является самым крупным банком на территории Грузии. Расскажите, где находится этот проект, на какой улице, сколько этажей и на какой стадии он сейчас? Наш проект располагается на территории Нового бульвара, на улице Григола и Лева, 36, на второй линии. Проект из себя представляет 19 этажей. Строительство этажей уже завершено, и сейчас ведутся активные работы по строительству межквартирных перегородок. На данном этапе мы находимся на 11 этаже. Скажите, это статус апартамента или жилой? Это исключительно жилой комплекс. Он газифицирован? Да, газифицированный жилой комплекс. Я просто почему спрашиваю, потому что если вдруг люди будут сдавать эти апартаменты, вернее, квартиры, то как статус квартиры, там налог меньше на сдачу. Тоже очень важно. Если тут у вас есть свой двор, тут деревья зацветают, вот есть эвкалипт, алыча, насколько я знаю. Расскажите более подробно про это. Да, действительно, у нас будет собственный двор, рекреационная зона 1500 квадратных метров, где будет также располагаться детская изолированная площадка, зона отдыха и бесплатный паркинг. Ну и раз уже мы говорим про дворовую территорию, расскажите вообще про паркинг, какой он здесь есть, в каком виде вообще он будет. Помимо наземного паркинга у нас также будет подземный паркинг на 50 автомобилей. Стоимость парковочных мест 8000 долларов и также действует рассрочка на 6 месяцев. Сколько мест подземного паркинга и машиномест? И наземного? Наземное, ну, примерно, вот, не знаю, ну, всего 70 по итогу выходит, общее количество. Общее количество 70? Да, а подземные 50 мест. 50 мест, ну, значит, этих, наверное, 20 будет, да? Ну, примерно, да. Ну, сейчас находимся на 10 этаже, уже я вижу море, я вижу горы, вот эти вот квартиры прям вообще топ. Скажите вообще, какие площади остались, сколько квартир вообще осталось, чтобы люди понимали, сегодня 22 марта? Всего у нас в комплексе 304 квартиры, в наличии осталось 14 квартир. Из них это студии, то есть по 27 квадратов. Также остались 1 плюс 1 57 квадратов и 77 квадратов с двумя изолированными спальнями. На данном этапе уже, вот, я смотрю, до 11 этажа идут уже перегородки, да, из прямозаблока они будут. По ценам расскажите, какая цена за квадрат, и многие еще интересуются все-таки цена черного каркаса и цена белого каркаса. Самая минимальная цена у нас 750 долларов за черный каркас. Если же рассматривать в белом каркасе, то плюс 80 долларов к стоимости за квадратный метр. Самая максимальная стоимость 1000 долларов. Это 1000 долларов, это какая квартира? Да, черный каркас студии. Студия. На 19 этаже, да. Мы потом еще поднимемся посмотрим. Конечно, да. Блин, ну вот мне вид этот вообще нравится, прям топ. Вот эта вот квартира угловая. Зачет. Я бы тут все взял. Да, то есть тут два вида, получается, как с видом на море идет, так и с видом на горы. Я так понимаю, что там вот аэропорт. Да, это зона аэропорта, Гонио, Квариаты, Турция. Там уже Турция. И дома тут уже высокие строить не будут, потому что, чтобы строить высокие дома... Да, чем ближе к аэропорту, тем ниже будут они. Должно быть, да. Друзья, я вам сразу скажу, что я не продаю недвижимость. Я лишь просто помогаю через YouTube-канал ознакомиться с ценами, условиями и локациями. Если вас заинтересовал один из объектов, то напишите мне в личку, мои координаты и соцсети в описании, и я дам вам координаты менеджера по продаже. Скажите, а если я приобретаю недвижимость в качестве как бизнес, чтобы потом сдавать, есть ли управляющая компания? Да, конечно, у комплекса будет управляющая компания, которая будет предоставлять услуги аренды. 60% собственнику, 40% управляющих компаний. А какое обслуживание от квадратного метра, если, допустим, я покупаю квартиру, какое обслуживание будет? Вне зависимости от площади квартиры, ежемесячный платеж будет составлять 15 долларов. То есть сюда будет входить обслуживание лифтов, система видеонаблюдения, система безопасности, живая охрана, уборка и благоустройство территории. То есть, как я понимаю, не по квадратуре у вас, у вас есть квартира, то есть 15 долларов. Вне зависимости от того, будет ли это студия, 1 плюс 1, 7 квадратов, да. А вот скажите, кто, вообще граждане каких стран могут покупать квартиры у вас? Любые граждане. Абсолютно, да, конечно. Сейчас мы находимся на 18 этаже, 19 этаж уже достроен, и квартиры сейчас будут распродаваться как на 19 этаже студии, по-моему, да, так и ниже еще есть. Какие квартиры еще ниже остались? У нас остались на 17 этаже по 57 квадратов и на 19 этаже студии. Оплата, как происходит? Есть какая-то система рассрочек, кредитов, вообще расскажите вот по этому более подробному. Конечно, у нас действует внутренняя беспроцентная рассрочка на 24 месяца, то есть на 2 года, и первоначальный взнос 30%. В случае же студии, то есть первоначальный взнос 50% и рассрочка до декабря. Можно приобрести квартиру в ипотеку и до сдачи объекта, так как нашим генеральным партнером является Банк Грузии. Еще я обратил внимание, что сам дом, он находится торцом к Сарпи, что очень важно, потому что с Сарпи, как правило, с Турцией идут дожди. И, то есть маленькая площадь застройки будет попадать под эту вот влажность. А основная вот его, то есть длина застройки, она выходит на горы и на море часть. Это тоже очень важно, потому что солнечная сторона будет как здесь, так здесь, так и здесь. Получается, что не солнечная сторона, а только с той стороны. То есть почти 90-80% дома будут попадать под солнце. Это очень важно. И, кстати, вот еще многие мне спрашивают, подписчики, люди, которые хотят купить квартиру, некоторые боятся, что рынок недвижимости в Батуми, он как бы уже перегрет. Я хочу сказать от себя, что вы мне поправьте, если, допустим, я где-то буду ошибаться. Это как бы вот мои рассуждения. Что рынок, он перегревается в том случае, когда себестоимость строительства, она одна, а наценка, она в разы больше. В Батуми же, насколько я понимаю, себестоимость, она вот примерно близка, там, с небольшой наценки той цене, по которой продает недвижимость. Потому что выросла в цене арматура, бетон, стройматериалы. Это не с тем, что сейчас произошло вообще в мире, а с тем, что после пандемии люди перестали тратить, вернее, в пандемии люди перестали тратить деньги, а после пандемии большое количество ликвидности хлынуло на рынок. Соответственно, и выросли, как и стройматериалы, продукты питания, одежда, логистика и так далее. И в целом, на мой взгляд, что рынку потом не в перспективе, еще расти и расти. Если кто-то думает по-другому, либо есть какие-то другие соображения, напишите в комментарии. Я с удовольствием продискутирую эту тему, потому что она мне очень интересна. Скажите, на ваш взгляд, в чем преимущество нового бульвара в отличии от остальных районов Батуми? Ну, в первую очередь, новый бульвар сам по себе отличается тем, что он считается самым тихим и спокойным районом по Батуми. Также новый бульвар отличается тем, что он оснащен довольно современной инфраструктурой. То есть это пятизвездочные отели, как видите, отели Фария, отель Легенда, Батуми-Вью, также торговый центр Метро-Сити. То есть все необходимое предусмотрено в данном районе. Поэтому я считаю, что... От себя еще хочу добавить, что, во-первых, мне нравится здесь этот парк. Да, большой сквер, на самом деле, очень... Намного больше, чем, скажем, парк в центре. Парк 6 мая, да? И еще один момент. В Батуми очень большая плотность застройки. То есть в старом Батуми, в среднем Батуми, там настолько плотно стоят дома, что парковать машину, в принципе, мало где получается. Даже вот мы живем в центре Батуми, и в другой раз приходится машину загонять куда-то там за квартал, может быть, за пару домов от нашего дома. Что касается нового бульвара, здесь... Тут более просторнее. Просторнее. То есть я даже вот обратил внимание, что даже сейчас вот новый дом, вот он уже сдан, и там, в принципе, как есть подземный паркинг, так еще и надземный. И, в принципе, места еще вполне хватает, даже учитывая, что дом еще пока не полностью заселен, но уже с парковкой проблем нету. Что я не могу сказать по поводу центрального Батуми и старого Батуми. Спасибо, Елена, за то, что приняли участие в нашей беседе. Напомню, сегодня 22 марта, и свободных сейчас, как я понял, 14 квартир. Так что если еще кто-то хочет купить свои квадратные метры у моря и стать резидентом комплекса, то можете поторопиться. Спасибо большое и вам, Ярослав. Вас я жду у себя на проекте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!